На острове Градсвияжск сегодня высадился десант чиновников. Инспектировали ход реставрационных работ. Президент и государственный советник республики взглянули на шесть объектов. Инна Данилова продолжит тему. После осмотра речного вокзала гости отправились в церковь всех скорбящих радостей. Это один из самых больших соборов острова. Далее комплекс казенных сооружений. На территории Богородицы Успенского мужского монастыря осмотрели и сам храм, и братский корпус. Здесь главная достопримечательность – уникальные фрески. Сам процесс реставрации, он, к сожалению, достаточно сложный, длинный. Не всегда есть возможность в столь короткие и желаемые сроки закончить. В частности, например, реставрация фресок можно производить только в летний период. Тем не менее, реставраторы укладываются в сроки. Отец села отметил, после реконструкции остров Градс сохранит свою самобытность. За этим следят историки и архитекторы. Слышится критика со стороны, допустим, части верующих, что превратят монастырь в Диснейленд. Мы, конечно же, всячески, не только мы, но и понимание руководства Фонда Возрождения и Министерства по туризму. Конечно же, сохранить монастырь как монастырь, в первую очередь, как объект паломничества, как православную святыню. Программа посещения была насыщенной. Обошли шесть объектов, оценили объем и качество выполненных работ. Завершился осмотр острова Грады-Севьярск на Конном дворе, одной из достопримечательностей которых является ремесленная мастерская с кузнецами, гончарами и непередаваемой атмосферой Средневековья. Инна Данилова, Илья Шорин, Вести, Татарстан.